Здравствуйте, Евгений Аноев, барабанщик. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, нравится ли вам выставка? Ну, в какой-то мере, конечно, посещаем каждый год. По сравнению с предыдущим годом, впечатления какие? Ну, барабанный павильон стал помощнее. Так немножко, конечно, удивляет, что пропали такие... То есть основной павильон отдали под звук, только под свет. Хотелось бы, конечно, больше инструментов, как будто когда-то я всегда видел больше инструментов. Мы приезжали на музыкальную выставку, сейчас больше света, больше колоночек. У вас мастер-классы ваши проходят на выставке, да? Да, я буду завтра играть. Завтра буду играть. Я артист 64 Аудио, Викферс и Мейнл. Вот завтра на стенде 64-х наушников будем играть. Вы будете посещать другие дни, когда вы не будете мастер-классы преподавать? Думаю, да, конечно. Мы приедем, посмотрим, еще походим. Тут интересная тусовка, встречаешь всех людей, с которыми обычно не пересечешься так. Кого-то определенного вы хотите увидеть? Какой-то определенный мастер-класс? Думаю, нет. Просто мне интересно видеть тех людей, с которыми, я же говорю, невозможно. Из-за того, что сфера работы такая, что мы постоянно в каких-то разъездах. Поэтому здесь встречаешь всех барабанщиков знакомых, гитаристов, клавишников. То есть всех людей, с которыми я знакомы в интернете, везде уже знакомы давно и редко видимся. Скажите, пожалуйста, а планы творческие на ближайшее время? Мои. Пишем с братом альбом, делаем музыку, играем в разных составах, гастролируем. Все как всегда, все как у музыкантов. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, соцсети, они повлияли как-то на музыкальную индустрию? То, что появляется очень много молодых коллективов, которые считают себя талантливыми. Возможно, они не очень талантливые на самом деле. Ну, вообще, в целом, интернет, конечно же, повлиял. Когда я учился в училище, у нас не было не то, что интернета. Я с Москвы привозил видеокассеты с какими-то записями и показывал всем, потому что это было очень ново. Был видеомагнитофон у меня, у одного училища, и поэтому это было очень, очень востребовано, хотелось. А с появлением интернета, конечно же, стало появляться много людей, потому что процесс обучения стал быстрее. То есть ты можешь много чего отсмотреть, если тебе интересно, ты можешь замедлить все это, увидеть, как что делается. Я думаю, да. Думаю, интернет, конечно, он взорвал вот это, он убрал этот барьер. То есть все видят, где кто играет, и все могут научиться, кто хочет. Это плюс. Но в плане именно творчества коллективов, очень много групп начинает появляться, очень много музыкантов. Качество ухудшилось само, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я думаю, всегда и без интернета было очень много и хорошего, и плохого. И на все, видимо, свой слушатель. И, видимо, и слушатель решит. Фан-клубы есть большие, которые им нравятся то или иное творчество. Есть группы, наверное, которых очень маленькие фан-клубы, потому что они так играют или так исполняют. Но почему нет? Люди могут расти дальше, если им интересно будет, правильно? В общем, как-то так. Скажите, пожалуйста, какой бы совет вы дали молодым музыкантам? Молодым музыкантам. Надо заниматься, много слушать музыки, идти в ту сторону, которая нравится. Обязательно. И тогда пойдет процесс. И слушатель найдется, и группы будут собираться. Надо подтягивать хороших музыкантов. Если в тебе есть что-то, то, чего нет у других, тогда это все. Ты сможешь подтянуть классных музыкантов, играть классный музон, и все будет хорошо. Просто заниматься. Спасибо большое за интервью. Все, добро.